Здравствуйте! В эфире программа «Республика» прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Плюс несколько подтвержденных случаев. Последние данные о ситуации с распространением коронавируса в Чувашии. Кредитные каникулы и не только. Как в Чувашии планируют помочь бизнесу. Уроки по интернету. В школах республики началось дистанционное обучение. Ограничительные меры в борьбе с эпидемией обсуждались сегодня в Доме правительства. Поддержка предусмотрена социально уязвимым категориям граждан и бизнесу, приостановившему свою работу. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пока обстановка требует работать в удаленном режиме. В Рио главы региона и члены правительства соблюдают установленные имиджи рекомендации. В зале заседаний не больше 30 человек, включая телеоператоров. Уже на протяжении трех недель рабочее совещание транслируют в интернете. Для того, чтобы сообщать информацию оперативно, в прямом эфире нашего телеканала выходит сразу семь новостных выпусков. Ситуация с коронавирусом меняется стремительно. Только в режиме самоизоляции в республике находится более 500 человек. Контроль за теми, кто должен сидеть дома, усилят. Такие меры вполне оправданы. В постановлении, которое будет вручаться людям, которые будут находиться на самоизоляции, включили дополнительный пункт, что они обязательно постоянно должны иметь с собой мобильный телефон. Потому что именно мобильный телефон является инструментом реализации режима дистанционного электронного контроля. 542 человека, это мы с вами должны иметь, что в любой момент из этого количества людей кто-то может дать положительный результат. А это автоматически по цепочке тянет количество наблюдаемых. По последним данным Минздрава Чуваши, в регионе у восьми человек официально поставлен диагноз COVID-19. О четверых из них стало известно сегодня. Утром пришло подтверждение анализов супружеской пары, вернувшейся в марте из Доминиканы. Днем положительные результаты у одного из контактных лиц и жительницы Чуваши, вернувшейся из отпуска в марте. Все они госпитализированы, пациентам назначена терапия и оказывается медицинская помощь. В Чуваши проведено 2200 тестов на коронавирус. Сейчас в республике исследованием биоматериалов занимаются две лаборатории – Центр гигиены и эпидемиологии и Центр СПИД. Последний делает анализы только здоровых людей. Результаты известны через 4 часа, и если он окажется положительным, больному и медицинским работникам об этом сообщают незамедлительно. Отбор материала от лиц проводят медицинские работники. Для этого необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. К здоровым людям медработники приезжают не в специальных одеждах, а в обычной медицинской одежде. Обязательное проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию проводится лицам. Перечень лиц предусмотрена в постановлении главного государственного санитарного врача номер 9 от 30 марта 2020 года. Проводится лицам, вернувшимся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний, контактировавшим с больным коронавирусной инфекцией, больным с диагнозом вне больничной пневмонии, лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, а также медицинским работникам, имеющим риск инфицирования. В настоящее время в Республике только две лаборатории работают, но в ближайшее время откроется лаборатория при кожевендиспансере и Республиканской клинической больнице. Тогда возможности лабораторной базы в Республике будут расширены, и граждане могут сдавать анализы уже без показаний, если у них есть сомнения и хотят проверить. Например, если они приехали из Москвы или были в контакте, или были в аэропорту, например, в Москве, и считают, что у них была возможность заразиться. А тех, кто был в контакте с явными больными, обследуем лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. В любом случае материал берет медицинский работник, и он уже определяет, в какую лабораторию ввести тот или иной анализ. Пока у нас мощности ограничены, Центр гигиены и эпидемиологии проводит около 200 лабораторных исследований в сутки, а Центр спит на этой неделе до 72 исследований в сутки должен довести. По информации Минздрава, на карантин сегодня закрылись поликлиники номер 1 и 2 городского клинического центра из-за сомнительного результата на COVID-19 у одной сотрудницы администрации больницы. Она не выезжала за пределы республики во время пандемии. В корпусах поликлиники ведется дезинфекция. У сотрудников медорганизации взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию. Всех отправили на карантин. Горожан, прикрепленных к 1 и 2 поликлиникам, перераспределяют по другим больницам. С 6 апреля школьники Чуваши учатся дистанционно. Наша съемочная группа побывала в столичной школе номер 61 и увидела, как это работает. Платформа «Сетевой город», предложенная для обучения, с утра дала сбой, но потом вернулась в обычный режим. Это не кадры из фильма «Катастрофы». Сейчас так выглядит каждая школа республики. В здании можно встретить только учителей. Школьники занимаются дома. Задание было дано детям – проговорить словарные слова и записать их в тетрадь. Вот сейчас дети высылают свои ответы. Вот так теперь выглядит урок 2-го Е-класса. На платформе «Сетевой город» педагог размещает задания. Здесь есть электронный журнал, можно смотреть задания и оценки. Сейчас на портале появились и ссылки на видеоуроки. Они уже рассортированы по возрастам и темам. Учитель сам выбирает подходящий на его взгляд материал с любого рекомендованного ресурса. Например, учителю русского языка и литературы Ирине Ефремовой нравятся материалы Московской электронной школы. Здесь очень интересные тренажеры. Ну, допустим, да, вот, и потом, когда решается вся эта задача, в конце нужно проверить, что правильно сделано, что неправильно. Ученик самостоятельно занимается на тренажерах, выполняет задания, отправляет ответы и получает оценку. Как признаются сами учителя, структура урока не изменилась. Все задания, которые необходимо выполнить детям по расписанию, а расписание и все занятия проходят по 30 минут, выкладываются в сетевом городе. Если у детей нет доступа к интернету, то дети получат задания с помощью телефонов. Школьники могут и задать вопрос учителю или ответить устно. С помощью системы Zoom некоторые уроки проходят в режиме видеоконференции. Так сегодня 8-й В изучал основы программирования. И если, казалось бы, с такими предметами, как математика и русский язык, все понятно, то как быть с музыкой или физкультурой? И здесь нашелся вариант. Учитель отправляет видео задания в чат, ученики высылают отчет о его выполнении. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об этом родители просят сотрудники МЧС. Несчастный случай произошел в Маргаушском районе. Там утонул ребенок. В данный момент не все водоемы освободились от льда. Это пруды, озера, карьеры. Оставшись без присмотра, мальчик 2011 года рождения вышел на лед пруда в деревне Шомикова Маргаушского района. Провалился и, к сожалению, погиб. Мы еще раз хотим напомнить детям и взрослым, что водоемы – это не место для игр. И нужно соблюдать правила поведения на водных объектах. Начиная с 4 апреля, рабочие дни объявлены для крупных предприятий, оказывающих прямое влияние на экономику республики. Организациям, приостановившим свою деятельность из-за пандемии, окажут поддержку. Что касается кредитных каникул, то в пятницу, 3 апреля, также федеральный закон о внесении изменений в закон о Центральном банке вступил в силу. То есть там, еще раз напомню, что речь идет о том, что по физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, приостановление исполнения обязательств по кредитным договорам в случае снижения доходов на 30%, ну и по субъектам малого бизнеса, которые относятся к отраслям, также появляется право приостановить исполнение обязательств по кредитам. Дополнительно по господдержке запускаются две программы, которые также помогут сохранить бизнес. Это кредитование по определенным условиям на предоставление зарплаты под нулевую ставку и так называемая программа 1-3, 1-3, 1-3, когда сам заемщик уплачивает треть процентной ставки, а треть берет на себя банк и государство. То есть все эти программы в работе, условия как бы формируются, заявки принимаются, и на сегодняшний день все банки готовы к реализации этих мер господдержки. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. Содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и межмуниципального назначения еще одна тема еженедельного совещания в Доме правительства. Теплая малоснежная зима внесла свои коррективы в работу дорожных служб Республики. Из-за резких перепадов температуры в разы увеличилось использование песко-соляных смесей. Сэкономленные на уборке снега средства тоже направили на противогололедную обработку и ямочный ремонт. Последний в этом году начался раньше обычного, в январе. За первый квартал текущего года ямочный ремонт выполнен на площади почти 15 тысяч квадратных метров с расходом 1839 тонн асфальтобетона. Таким образом, объем ямочного ремонта по сравнению с прошлым годом вырос почти в 10 раз. Впереди у дорожников самый напряженный сезон. В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году капитальный ремонт дорожного полотна планируется в Маргаушском, Ядринском, Батринском и Бресинском и Вурнарском районах. Объем средств на 2020 год предусмотрен на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального межмуниципального значения. Протяженность – это 48 километров. Сумма составляет 1 миллиард 83 миллиона рублей. Особое внимание в Рио главы региона велела обратить на использование современных технологий. И коль мы оплачиваем, тем более уже увеличиваем расценку на содержание единицы дороги, то давайте соответствующие условия будем выставлять и по технологиям обеспечения производства этих работ. Богдана Дуйникова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов. Республика. Главы регионов получили дополнительные полномочия и могут вводить ограничительные меры по своему усмотрению. В частности, устанавливать особый порядок передвижения на соответствующие территории лиц и транспортных средств. Уже подписан указ временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Въезд в Чебоксары ограничили с помощью усиленных постов ГИБДД. Инспекторы ДПС проверяют транспорт на всех въездах в столицу республики. Чаще всего останавливают машины с номерами других регионов и стран. Интересуются целью въезда в Чебоксары. Дело в том, что все выявленные на утро 6 апреля случаи коронавируса в Чувашии завезенные извне. Как показал опрос, автомобилисты к таким мерам и некоторым задержкам в движении относятся с пониманием. У нас уроки начались онлайн. В Москве не такие пробки. Просто посылку забрать срочно. Температуру, наверное, надо проверять, а не документы. Особое внимание пассажирским перевозкам. Согласно указу в Рио главы Чувашии Олега Николаева, перевозки по междугородним маршрутам приостановлены с 3 апреля. К пригородным рейсам ужесточились требования. Проверяем маршрутные транспортные средства перевозка пассажиров. Нарушения выявляем. Маршрутным транспортным средствам сейчас запрещается заполнять автобусы в полном объеме. 50% междугородние. На это внимание обращаем. Ограничение пассажирских перевозок мера жестокая, но вынужденная, отметил Олег Николаев. Категорически требую, чтобы все маршруты, которые у нас осуществляют пассажирские перевозки, в том числе межрегионального характера, были взяты под максимальный контроль. И в случае возникновения рисков неконтролируемых перевозок, применять максимально жесткие санкции. Не допускать, во-первых, чтобы не санкционированные перевозки осуществлялись. Второе, не допускать возникновения из-за этого рисковых ситуаций на территории Чувашской республики. Действовать указ об ограничении перевозок будет до особого распоряжения. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Павел Редков, Республика. Серьезное ДТП с маршруткой сегодня произошло на проспекте трактора-строителей в Чебоксарах. Маршрут курсировал между столицей и Новочебоксарском. По предварительной информации, маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и в результате врезалась в столб. Известно о шести пострадавших. Данные будут уточняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители Чуваши, новые крупные предприятия обеспечат рабочими местами. Их планируют создать не менее 500. У нас имеется вся необходимая инфраструктура для реализации этого проекта. Начиная от производственных мощностей, заканчивая системой образовательного процесса, как высшего, так и среднепрофессионального. Проект планируют реализовать при тесном сотрудничестве с Ярославским моторным и Петербургским тракторным заводами. Организация масштабного производства потребует крупных инвестиций. В ближайшее время будет разработано и согласовано техническое задание к инвестиционному контракту. Минстроя России опубликовал индекс качества городской среды за 2019 год. Оценивались 1115 российских городов. В их числе пять городов Чувашии, Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Ядрин. В сравнении с прошлым годом они улучшили свои позиции, набрав больше баллов. При Воложском федеральном округе Чувашия заняла первое место и девятое в России. А столицу республики удостоилась первого места в округе среди крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек. В республике стартуют сразу два конкурса – управленческая команда и команда молодых лидеров. Напомним, 10 февраля 2020 года прямо во время встречи в Рио главы Чувашии Олега Николаева с участниками конкурса «Лидеры России» был подписан указ о проведении в республиканских конкурсах «Управленческая команда и команда молодых лидеров». С 16 апреля до 15 мая на сайте lider.cap.ru будет доступна электронная регистрация для участников. Там же можно будет узнать информацию об условиях проведения конкурса. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До свидания!